Он может быть поест хуже, чем раб, которому хозяин даст со своего стола хорошую вкусную еду. И даже если он никогда в своей жизни не поест лучше того раба, даже если его жизнь никогда не станет лучше, чем жизнь этого раба, все равно эта жизнь вот этого свободного человека, она гораздо более и желаннее для нас, чем жизнь того раба. Вот что надо понимать. Томсо, почему после освобождения 30 лет назад от России республикам лучше не стало? Кто-то воюет, кто-то лишился территории, а кто-то ездит убирать мусор в Россию, чтобы выжить. Вот это вот пример того диалога, который у вас должен быть. Вот такие люди у вас будут. У вас их немало будет. Они будут примерно такие вот приводить аргументы. Вы должны им что-то противопоставлять. Вот как я сейчас, например, вот этому человеку, Малюта Скуратову, я тоже вот сейчас с ним буду дискутировать. Например, послушайте. Он приводит абсолютно некорректный, ложный пример. Точнее, утверждение делает абсолютно ложный. Он говорит, что после 30 лет освобождения от России республикам лучше не стало. Но это ложь. На самом деле, истина она между. Она в том, что есть те республики, которым стало гораздо лучше. И они просто, как вот эта ракета, которая у нас вылетает в космос, как она ускорение дает, они вот так вот примерно с такой скоростью просто оторвались от России. А есть те республики, в которых действительно лучше, наверное, не стало. И это негативные примеры. И когда вам пытаются вот эти вот негативные примеры вам показать, сказать, что вот есть Средняя Азия, допустим, там Казахстан, Туркмения, Кыргызстан, Таджикистан. И вот посмотрите, мол, там Узбекистан, вот люди оттуда ездят в Россию работать, а там вот плохо, там диктатура и так далее. Они специально закрывают от вас другую сторону. А другая сторона, это прибалтийские страны, это Эстония, это Латвия, Литва, это Грузия, это Украина в конце-то концов. И да, эти люди вам сейчас скажут, что, о-о-о, ладно, Прибалтика, окей, а вот Украина, это вот неудачный пример, Украине все очень плохо. На самом деле, нет, в Украине не все хорошо, вот так будет правильно сказать, но в Украине далеко все неплохо. И Украина тоже оторвалась от России. В Украине сегодня действующие институты демократические, они реально работают. Украина сегодня сама себе избирает правительство, президента. Это то, что не может сегодня сделать Россия. И поэтому Украина, она в любом случае выберется из этих затруднений, которые у них есть. И она сегодня гораздо в более лучшем положении, чем Россия. Граждане Украины без каких-либо виз могут ездить в Европу, работать здесь, жить, учиться и так далее. Могут ли граждане России похвастаться тем же? Нет. Граждане России могут без виз ездить в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Вот какая разница. Поэтому с такими людьми нужно разговаривать, чтобы другие ваши слушатели, те, которые могут, чьи мозги могут быть затуманены подобными людьми, чтобы они слышали альтернативную версию, чтобы они могли как-то полностью на всю эту ситуацию смотреть. И главное здесь не попасть в пропаганду. Они являются пропагандистами. Вы не должны быть такими же пропагандистами. Вы не должны на это отвечать, что нет, все там только хорошо и так далее. Надо говорить как есть. Да, действительно, на самом деле любые изменения, они всегда, это всегда возможность, что будет хуже, а будет лучше. Революция, допустим, любая революция, она приведет либо к успеху, либо наоборот к провалу. То есть результат этой революции, он может быть хорошим и может быть плохим. Те люди, которые боятся революции, они будут вам показывать только негативные примеры. Негативные примеры мировых революций. Те же, которые хотят вас подвигнуть на революцию, будут показывать вам позитивные примеры этих революций. А правда в том, что вы должны знать и о том, и об этом. Вы должны это все понимать и ответственность должна лежать именно на вас. Я, конечно, сейчас не говорю про какие-то революции. В нашем случае это не революция. В нашем случае это борьба за освобождение. Это не имеет никакого отношения к революции. Это просто как пример я привел. В целом, освободившись от России, есть ли гарантии того, что мы сразу будем принимать шоколадные ванны? Конечно нет, дорогие друзья. Но у нас будет шанс у самих создать себе хорошее будущее. Обеспечить его путем выбора правильных, умных правителей, правительств, людей грамотных. Если мы сами сделаем для себя нормальную работоспособную систему, которая не будет зависеть от конкретного человека или группы лиц. Если мы сможем создать такую систему, и она начнет работать, то нам уже не страшно, что к власти придет какой-нибудь плохой человек или группа лиц. Это уже будет для нас не страшно, потому что мы как в Америке просто переждем этот срок 4 года. Пришел президент, мы его, допустим, выбрали, а он оказался Трампом. Что мы делаем? Мы просто 4 года ждем, и после этого выбираем другого. Это когда система работает. Она просто перемалывает вот этих вот людей, потому что систему уже не сломать. У нас будет шанс у самих такую систему сделать. А есть ли шанс, что мы не сможем сделать систему, и наоборот у нас все будет еще гораздо хуже? Конечно, такой шанс тоже есть. В этом и особенность свободных людей, что они сами несут ответственность за свои действия и поступки. И эта ответственность будет лежать на нас. Мы сами должны будем создать работоспособную систему. Мы сами должны будем обеспечить себе светлое будущее. А сейчас мы этого сделать не можем. И сейчас на нас нет никакой ответственности. Сейчас в Кремле определяют, какое у нас будет настоящее и будущее. И прошлое тоже они нам навязывают, пишут его. Поэтому, в общем, об этом просто нужно немного размышлять, об этом нужно говорить. В любом случае, кавказские народы не являются рабскими. Мы никогда не жили в рабстве, и мы всю жизнь боролись за свое освобождение, за право жить свободно, исповедовать на своей территории свою религию и жить так, как нам приписано. Мы всегда за это боролись. И это наша ДНК, это наша догма. И эти вещи нужно постоянно проговаривать, их нужно объяснять своим детям, подрастающим поколениям. Томсу, а ты не хочешь сравнить экономические показатели ЧССР 58-го, 90-х годов и свободной Ичкерии? Да, Миша, Мишин, я с удовольствием их сравню. Только не военного, конечно, периода и не послевоенного, а вот до военного периода свободной Ичкерии. В легкую мы ее сравним, только не те показатели, которые нарисовали в российском Росстате, а реальные. Есть у тебя такие реальные показатели? Я сомневаюсь, что они у тебя есть. Поэтому здесь говорить можно будет только по ощущениям. Томсу, в ЧССР все заводы работали, а в свободной Ичкерии... Заводы у нас продолжали работать, довоенный период, если мы о нем говорим. Заводы продолжали работать, как и работали. Но я скажу по личным ощущениям, полностью были отменены все таможенные пошлины в Ичкерии, что сделало ее уже на тот момент такой своеобразной офшорной зоной. Моментально в республику поплыли капиталы. Образовался большой рынок сбыта оптового. И люди из ближнележащих регионов России начали закупаться в Чечне. Приезжали из Волгоградской, даже Вологодской, Ростовской, Краснодарского края, Астраханской области приезжали люди, закупались в Грозном, потому что было реально дешевле, так как не было таможенных пошли. Пропал дефицит, не было никакого дефицита, не было отсутствия каких-то товаров на прилавках. Наоборот, товары, которых мы не видели никогда во времена ЧССР, они появились у нас в магазинах, на рынках. У нас появилась качественная техника, японские телевизоры, видеомагнитофоны, аудиомагнитофоны и прочее. На тот момент это был просто бум, просто космос. Это был очень мощный экономический подъем, рост. Это был рывок. То, что мы тогда ощутили в начале 90-х. Поэтому период ЧССР, СССР, он вообще никак не входит в сравнение с периодом нашей независимости. Конечно, мы на тот момент были гораздо более продвинутыми, развитыми, чем когда бы это ни было до этого. Но самый важный момент, на который нужно обратить внимание, что свобода, если она есть, но ты при этом не живешь лучше, то значит ли это, что свобода тебе не нужна? Нет. Даже если бы, получив эту свободу, мы стали бы жить хуже, чем под оккупацией, все равно это для нас лучше. И это дает нам возможность для того, чтобы исправить эту ситуацию самим. Не в Кремле будут решать, хорошо мы живем или плохо, а мы сами. То, что мы будем жить плохо, это наша собственная ответственность. Вот теперь мы уже не сможем на кого-то ее возложить. Мы сами будем за это отвечать. И это великое благо, когда ты сам отвечаешь за то, что ты делаешь. Поэтому вот этот, я конечно не против сравнивать периоды экономические и так далее, но это не показатель того, нужна свобода или нет. Абсолютно не показатель. Раб, он в рабстве может жить лучше, чем будучи свободным человеком. Потому что он не несет никакой ответственности за самого себя. В рабстве его накормят, напоят. Но он поест только то, что ему даст хозяин. Он ляжет спать только там, где ему даст лечь хозяин. А если хозяин не захочет его накормить, то он его не накормит. Если не захочет уложить его спать там на мягкой постели, то не уложит. А свободный человек, оказавшись на свободе, он может жить в гораздо худших условиях, чем раб. У него может не будет мягкого места, где можно поспать там, в постели. Может не будет. Может быть он будет на полу спать. Он может быть поест хуже, чем раб, которому хозяин даст там со своего стола хорошую, вкусную еду. Но этот человек, будучи свободным, сам отвечает за это. И у него есть шанс, что сегодня, да, он поел хуже, чем раб. Но завтра он поест лучше. И даже если он никогда в своей жизни не поест лучше того раба, даже если его жизнь никогда не станет лучше, чем жизнь этого раба, все равно эта жизнь, вот этого свободного человека, она гораздо более любимее и желаннее для нас, чем жизнь того раба. Вот что надо понимать. Вот что надо понимать.